И снова здравствуйте, друзья мои! И снова мы с вами гуляем немного по прекрасной погоде сегодня. Сегодня у нас 17 декабря. Уже осталась неделя до Крисмоса. Но я ещё пока не готова вам показать то, что обещала. Как я убрала свою ёлку и что я там придумала, чтобы мне эту ёлочку сделать максимально дешевле, максимально бюджетно, но и сделать её красивой, гламурной. Я сегодня, друзья, хочу вам рассказать всё-таки о Мартине. Я вам говорила, что я к нему бежала на свидание, обещала рассказать, ну вот, настало время рассказать. Тут же, понимаете, как надо ещё специально иметь настроение, чтобы это всё рассказывать. Так вот, сегодня настроение великолепное, слава Богу, у меня. И я рассказываю вам о Мартине, наши отношения. Наши отношения, они, в общем-то, уже продолжаются довольно давно. И вы знаете, мне очень нравится вся эта история. Я вам говорила, что я в этого человека очень влюблена. Этот мужчина мне нравится, и я могу ему простить всё, как говорится, в пределах разумного. Вот как-то так. Потому что не хочу я его терять. Вот иногда начинаются у меня какие-то, вы знаете, опять, сама себе думаю, ой, да что это, зачем? Вот я приехала из России, допустим, а он меня не встретил так, как я хотела, не купил мне даже цветов, понимаете. Но всё равно встретил, всё равно прибежал. Как только узнал, что я приезжаю, так сразу и примчался в тот же вечер. И у нас бурная встреча. Вот. Как бы вам сказать, всё это мне очень нравится. И мне нравится его спокойствие Мартина. Вы знаете, вот опять же говорю, что хватит мне того, что я уже Дэвида потеряла, да. Но я его, в общем-то, и не находила. Но, тем не менее, человек абсолютно не мой. А вот Мартин в этом отношении, он мне намного ближе, намного интересней. И сегодня прям хочу вам открыть все секреты, друзья. Хочу сказать вам, что человек этот мне очень-очень нравится. И, в принципе, я даже довольна теми нашими отношениями, которые у нас существуют. Как говорится, никто ничего никому не должен, никто ничего никому не обещает. Но встречаемся, наслаждаемся нашими совместными прогулками куда-то. В общем, друзья, вот так. Вы знаете, была такая история у меня, когда я тут прям начала что-то ворчать даже, скажем так. Но я, конечно, не при Мартине начала ворчать. Я сама с собой. Что вот, говорю, я тут попросила его сделать, помочь мне у меня там что-то такое случилось с моей стиральной машиной. И она стала подтекать. Ну и вот в очередной раз Мартин ко мне приехал. Утром я кормлю его завтраком. И я ему говорю, слушай, Мартин, ну посмотри, пожалуйста, что-то у меня такое с моей стиральной машиной не то. И что вы думаете? Он сказал, нет, 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 нет. Я это ничего не знаю. Я это абсолютно ничего не в курсе. Я это ничего не умею. Поэтому, может быть, лучше бы ты кого-то вызвала. Я даже тебе могу помочь, дать телефон. Вот вызови хэндимэн у них так называется. Как у нас муж на час, да? У них называется хэндимэн. Ну вот, вызови такого себе мужа на час. И он тебе все поможет. А я ничего не могу. Я, вы знаете, даже как-то немножко и хотела обидеться уже тут. Думаю, да что ж это такое? Что ж за мужчина, который не хочет помогать? А потом что-то подумала. Ну и что? Зачем? То есть, зачем мне с ним ссориться? Понимаете сами. Вот такие вот маленькие у нас бывают проблемки, конечно. Проблемки. А может быть, даже и не проблемки. Ну, в общем, вот такая вот история, что я этому мужчине все прощаю. В отличие от остальных прочих. Поэтому с Мартиным мы продолжаем встречаться. Он вот сейчас тут греет меня в холодной моей квартире. Знаете, кто-то у меня спросил, говорит, как вы там в этой холодной квартире? Надо вам такое купить. Простынку электрическую. Вот она там такая со спиралью. Но я пока не готова, скажем, прямо не готова эту простынку применять. Я уж лучше, знаете, живую грелку на все тело. Вот так вот. Что-то тут шумно я гуляю. Думала погулять с вами. Опять по красивому месту показать вам наши чудесные катеррии. Но что-то то там шумит, то там гремит. Не знаю, слышно ли вам меня. Я-то вообще-то сегодня еще купила новый микрофон. Опять петличку. И вы знаете, вот как ни странно, уже несколько микрофонов использую. Они, я думала, ломаются. Думала, микрофоны ломаются. Оказывается, ничего подобного. Это ломаются не микрофоны, а это что-то случается с телефонами. Когда я снимаю на мобильный, вот я в общем что-то с телефона послучается. Хожу, не перестаю вам показывать вот эти вот великолепные, красивые, старинные английские коттеджи. Понимаете, друзья? Такую непередаваемую прелесть я не могу обойти стороной. Поэтому все равно вот даже отвлекаюсь сама, чтобы вам показать. Вот видите, там уже елка наряжена вот в этом окошке, если вам видно. И уже гирлянды горят даже, да? Так вот, тоже такая интересная история. У меня спросили, как долго здесь англичане вот держат наряженную елку и как они ее убирают потом. Так вот, хочу сказать, что наряжают елку как-то без разницы, кому когда нравится. Кому когда нравится, можно даже чуть ли не за месяц до Рождества елку нарядить. А вот снимают елки, вы знаете, насколько я знаю, насколько мне муж рассказывал, снимают до 8 января. Почему-то вот так. Вот 7 января последний день и потом должны быть все убраны. Все вот эти вот веночки, все эти гирлянды, все должно быть убрано. Я не знаю, может быть, если вы хотите оставить это у себя в квартире, но на улице это все убирается. Я даже не знаю, почему, друзья, но вот так. Хотя, вы знаете, как я уже тоже сказала, когда отвечала на этот вопрос, вот женщина задала мне этот вопрос, я так понимаю, что сейчас уже даже и молодежь не очень-то придерживается этого всего. Это раньше было. Посмотрите опять, какой шикарный дом. Богатейший, красивейший. Боже мой, боже мой, какой шикарный. И сад перед ним, здесь и ворота. Ой, какая красота, боже мой, друзья. Просто наслаждение смотреть. И еще тут такая была история у нас с Мартиным. он меня в очередной раз пригласил на прогулку. За мной заехал. И, значит, я говорю, куда мы пойдем. Рассказываю, он говорит, ну, для себя сюрприз. Сейчас мы поедем на мельницу. Здесь у нас есть ветряная мельница такая замечательная. Она работает как музей. И вот приедем на эту мельницу. Приезжаем мы на эту мельницу. уехали довольно долго. как долго? Минут 30. По нашему острову так не особо все везде долго, но долго. Минут 30 едем. Выходим. Он мне показывает. Там за загородкой видна эта мельница. Она как музей. Вот, значит, там люди гуляют. И здесь такой вход. Естественно, надо платить. Ну, подходим. Значит, Мартин спрашивает, сколько стоит билет. Ему говорят, 10 фунтов с человека. вы знаете, он, наверное, вы знаете, не ожидал. Потому что на самом деле 10 фунтов это очень дорого. И потом, там такая, как потом, когда мы гуляли, я посмотрела, там такая, конечно, абсолютная маленькая такая территория, музей. Мне даже нечего было там снимать особо. Я подумала, может, я потом схожу. Потому что оказалось, что этот вот билет у них, его можно было потом в течение года. Но, может быть, он поэтому такой дорогой, что использовать в течение года. Вы можете постоянно приезжать, то все. Но вот такой вот дорогой этот билет. И вы знаете, что случилось с Мартиным? у него перекосилось все лицо. Ему, конечно, неудобно. Я смотрю, он такой отошел сразу. Отошел, отошел. Ну, я тут рядом с ним, за ним вроде как семеню. Он отошел, облокотился там на забор и стоит, думает, ну, что, пойдем или не пойдем? Ну, что, пойдем или не пойдем? Я говорю, да я не знаю. Ну, давай не пойдем. Мне-то что? Мне все равно. давай какое-нибудь найдем другое место, погуляем бесплатно. Чего ж мы будем за этот, такие деньги огромные платить, ни за что? Ну, и видно, ему было все равно уж очень неудобно. И вы знаете, он вот через такое усилие, такое над собой сделал усилие, он пошел. А я прям вот иду и думаю, слушайте, держу себя за язык, чтоб не сказать, ну, давай я за себя сама заплачу. Думаю, да не буду я так говорить. В конце концов, он мой кавалер, в конце концов, он мой сексуальный партнер, ну, в конце концов, должны же быть какие-то тоже, знаешь, ну, должен же он за меня платить хоть когда-то. Ну, я иду и молчу. И вот он все-таки купил, скрипя сердце, он купил эти два билета и стратил 20 фунтов, и он ужасно, у него испортилось все настроение, просто невозможно. Я это, конечно, все вижу, понимаете, друзья, но говорю вам, что я смотрю на это сквозь пальцы, потому что уж коль скоро нравится мне человек этот, ну, не буду я на вот такую ерунду обращать внимание. Ну, купил же билет, ну, купил. Ну, знаю я, что они прижимистые англичане, ну, да, прижимистые, ну, и потом он же тоже не очень богатый. Ну, вот как-то так. Смотрите еще на горе, какой красивящий стоит дом. Просто великое. Hello. It's all right. Lovely dogs. You too. Ну, вот. Иногда встречаются здесь прогулки. Кто-то говорили мне, что никто у вас здесь не гуляет, что случилось, людей нет. Я стараюсь ходить, как я уже объяснила, чтобы людей не было. Во-первых, я с камерой. Не все это любят. Во-вторых, я отвлекаюсь, как вы понимаете. Я теряю нить своего разговора. Так что, с Мартиным мы продолжаем общаться. Я сейчас ищу для него подарок на Christmas. Вы знаете, как это сложно, я вообще не представляю. Я еще могу себе представить что-то, придумать какой-то подарок для женщины. А вот что-то такое подарить мужчине, я просто понятия не имею. Ну, наверное, какой-то парфюм, я думаю, я подберу. Куплю ему туалетную воду. Красивую, вкусную, с хорошим запахом мужскую. Ну, не знаю, вот можно не угодить человеку. Здесь тоже очень сложно. Ну, конечно, никакие перочинные ножики, никакие галстуки и носки. Понимаете, этого ничего я, конечно, дарить не буду, потому что это смешно. Вот у кого-то красивый венок тоже на заборе висит. Красота неописуемая. Но уже почему-то тут и шишки оборвали у него, и поломали один красивый шарик внизу. Уж не знаю, кто это так. Обычно никогда такого не происходит. Обычно все всегда висит неделями. Никто не трогает. Ну, вот видите. Продолжение следует... вот вам показать видите сколько людей тут это в той вот церкви справа что у них здесь то ли это опять какой-то встреча какая-то даже дорога перекрыта то ли это что-то какая-то другая история не знаю да это какая-то встреча очередная пати этом я буду с вами прощаться всего вам доброго увидимся как обычно снова на прогулках а сейчас пока пока